Девушки отдыхают А вы из Витки будете, если не секрет? А, ну вот это со Львова, это же информация. С Украины я и так вижу, что с Украины. Ну я понял вас, да, да. А что это за флаг вы хоть знаете? Вы думаете, что это за флаг вы хоть знаете? Ну вот тряпка, тряпка, почему у вас так? Я понял, почему у вас так от нее колбасит? Вот, я вам объясняю, вот Луганский тоже... Ну это самоделка, у меня где-то есть, он у меня нормальный флаг в машине, видите? Нормальный флаг Хаггинская республика у меня в машине. А здесь как-то ролик вот такой. Я просто... Я просто вам хочу сказать, что... Да. Вот эта республика, которая создана в марте 14-го года. Винницкий ягуарь ее подавила. В Капеле. Вот Луганского тоже... Ну вы меня спросили, дайте ответить. Вы меня спросили, дайте ответить, потом будете говорить. Я вам дам поговорить. Вот смотрите. Луганского тоже неадекватно заколбасило эту флагу. Он ее принял за флаг Российской Федерации. Хотя... Хотя... Да. Вот. Какой? То есть? А какой стороной надо верить? Так, вот так, что ли? Да. Я... Не, ну я же... Хаггинская республика, это уже история. Ее подавили силами Аваковского, Винницкого и Ягуара. 14-го марта, 14-го года, если на какой уроке. Это так вот, как память. Это как память. Это как память, я вывешиваю. Как мемор, давайте. Да, ну это была еще не сформированная республика. Я... 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 Да, республика, вот. Республика может быть и составе Украины, в принципе. Как республика Крым была. Согласны? А республика, в принципе, могла быть и составе Украины. Да. Я знаю, я знаю, я знаю. Да никем, ну а чёрные люди, которые вам по фамилии не о чём не говорят, а никем не вызвано, она не успела сформироваться. Вы знаете прекрасно, что вы это выдаст. Да, 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 но я не погораю. Давайте, давайте. Да, да. Ну почему, бывает непризнанной республикой, она шлуй долго, это шло мало, в малое время. Ну про гестроби, например. Ни кем? Абхазия. Абхазия. Вызвана пяти странами. Ну хорошо, если у вас так как бачили дровлага, я могу его прикрыть. Потому что принесла непризнанная республика. Я же рассказал почему. Вы принесли меня в пяти странами? Ну а де юра, да, кто ж творит? Да юра, да. Да юра, да. Да юра, да юра, да юра, да юра, да юрис? Да, я юрис. А вы? Я выиспал в республике. Ну это файл какой, специалист? Да, вы в какой отрасли специалист? Молодой юрис. В республике. Уголовный процесс. Криминальный процесс. А вы? В Украине, потом в России. Ну ладно. Вы садили вопрос, я вам отвечаю. Гипотеза, диспозиции и санкции. А, нет, 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 Анатолий Сергеевич, вот это интересная дискуссия. Вы смотрели интеллигентно, такой образованный человек. Давайте я вам задам вопрос. Ну, я вам не рада, вот это надо. Нет, ну вот смотрите, вот вы можете вот по своему жизненному опыту дать дефиницию термина убийства? Убивство? Да, убивство, по-вашему. Да. 115 статья. Ну правильно, нет, нет, я понимаю, что вы можете заслужить, я вас спрашиваю. Вот именно ваше. Ладно, ладно, я вам скажу, и потом поймете, почему я спрашиваю. Я вам скажу точную декуницию российскую. Это умышленное, виновное лишение жизни другого человека. То есть, обязательно должно быть другого, иначе это не слышит, обязательно должно быть умышленное и виновное. А при советах, при коммунистах, не было слово умышленное. Поэтому в кодексе, в СССР, в советских кодексе, была статья как умышленного убийства, так и убийства по неосторожности, по вашему убийству с наобережностью. А вот самый прокол вашего кодекса, вы, вот Россия и Украина, когда новый кодекс вводили в 90-х годах, в 90-х, ввели по европейской норме. То есть, в декуницию слова убийства добавили умышленное. То есть, вот смотрите, у вас в 115 статье написано «Декуниция термина убийства» — это умышленное убийство российское. А в то же время вы почему-то оставили страховую статью «Убийство с наобережностью». Слушайте, какой когнитивный диссонанс у вас в кодексе криминальном. Смотрите, вот 115 статья — это умышленное убийство, а какая-нибудь 119, примерно 119, это убийство с неосторожности, с необережностью. Посмотрите. Я скажу, что ваш кодекс писали безграмотные юристы. Надо было опросить, это нормально. Советского убийства по неосторожности заменили на лишение жизни по неосторожности. У вас в криминальном кодексе тоже должны быть замените. Я по этому делу дипломную работу писал, чтобы это… о паракодах вашего кодекса. Не понял. С 5-го года. Да, ну из 950. Когда 95-й, когда 95-й, а когда 5-й, это имеется в виду 0-5-й. Ну, вы поняли. Строгу не волнуйся. Я же не могу решить меня, да? Да нет. Почему мы так решили? Строгу не волнуйся, да. Ага. Строгу не волнуйся, да. Сейчас подождете 10 секунд, я картошку перейду за задержу, продолжаем. У вас… У вас… В Канаду модно выезжать. Это престижная страна. В Канаду престижно попасть. Трудно, но престижно. Поэтому я выезжал. Строгу не волнуйся, да? Да, да. А ну, правда, у тебя есть в Канаду модели? У тебя не просто как-то у вас… Ну, так я… чтобы не попасть под программу распознавания лиц. У вас же еще пока, так сказать, такая криминальная держава. А я… а я приезжаю каждый год. Вот готово. А ну, что у меня есть в Канаду? Что вы говорите? Что у меня в Канаде? Да. А ну, что у вас? У меня в Канаде? Ну, так сказали бы, я пошел и заодно бы достал. Теперь снова… теперь снова ждите 10 секунд. Ну, да. Я вам могу показать рекламу, если хотите. Где у меня лиц? В Денклуб наберете – попадете. В Денклуб. В Денклуб. Сейчас я вам напишу. Российская часть названия. В Денклуб. Ну, так зовете – посмотрите. История, ретрофутбол, политика. В Денклуб. В Денклуб. Вот, наберете российскую… это российская часть названия, английском не дают, чтобы проще было, наберете поиски Ютуба, попадете на канала. В Денклуб. Ну, зайдете, посмотрите, что это неинтересный разговор для записи. Давайте, чтобы по юридической части вы из-под грамоты человек. Вот… У вас есть питание, может, по юридической части, или по моему диалогу с Луганским? Я после Луганского еще раз другим родом. Ну ясно, 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 ясно. Ясно, 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 ясно. Нет, абсолютно не правы. Я не Крым, а знаете почему? Я когда делаю, знаете, тут мы с вами на одной волне почти. То есть я опечален ситуацией с Крымом, так же, как и вы, но по разным мотивам. Вы опечалены тем, что вы там патриот Украины, правильно? Правильно я понимаю? Я отказываюсь, что вы патриот Украины, и вам обидно за Украину. А я опечален тем, что потеря электората Крыма, это потеря антиквирсового электората для высокой Украины, для Харькова, для страны. Это который голосует постоянно против низкой власти за оппозицию. Ну, за партию регионов, за... Нет, ну... Да, когда Янукович баллотировался, они голосовали за Януковича, против Ющенко. Это центральная власть Украины. Ну, условно и называют киевский власть киевский власть киевский власть. Я же вам хочу пояснить, что вы не перебиваете, вы спрашиваете и перебиваете. Дело в том, что Янукович не досидел до конца срока, вы же знаете. И на новый срок не баллотировался. Поэтому, в принципе, нельзя назвать Януковича в электоральном плане киевской власти. Он был киевской властью 4 года. Но в электоральном плане, вот, предвыборном, он и не был. Он был оппозицией, когда выиграл выборы у Юли. Была оппозиция киевской власти, когда Ющенко еще был, правильно? Он был оппозицией, а он был с Юлей конкурентом. Он был премьер-министром, а потом был Ильхануров. Мы говорим о периоде электоральном, когда партии, так сказать, борются при выборной гонке. При выборной гонке он все время себя оппозиционирует как оппозиция киевской власти. Когда он был премьером, не было никаких предвыборных течений. Ну, была, была. Но не было киевской власти. Ну, вы желаете вопрос, дайте ответить. Мы же говорим в предвыборном смысле. То есть, когда не было предвыборной кампании, и нельзя было говорить о киевской власти, как в конфликте предвыборной кампании. А тогда уже был Ильхануров, если вы знаете, премьером. Когда, в 2010 году. Ну, в конце срока Юльченко был Ильхануров премьером. А Янукович был в начале. А до Януковича была Юля, если помните. Полгода. Если вы помните. Ну, хорошо, хорошо. Хорошо, я, я, это вот, вы, хорошо, вы, вы. Да нет, 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 нет. Да, да. Да, да. В другом смысле, в другой смысле, киевская власть была назвать мэрию. Мэрию Киева. Ну, ладно. Ну, 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 хорошо, хорошо. Это, 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 это не суть. Это ж не суть, я могу, я могу переформулировать ответ. Еще раз так, переформулирую. Вы опечали, мы с вами оба опечали ситуацию с Крымом. Тут мы с вами, так сказать, на одной волне. Но вы опечалены, что вам за Украину обидно. А я опечален тем, что потеря электората Крыма есть потеря про Харьковского электората, про Восточного, про Восточного электората, который всегда голосует против действующей центральной власти. Вот так я сформулирую. Если вам не нравится слово киевский. Да. И вот потеря Крымского электората, это потеря этого электората. Ну, я нахожусь же не было еще в власти. Он только избирался, а власть была Ющенко, был президентом. Они были против Ющенко. Вы сами в трех лоснах запутывались. Сами в трех лоснах запутывались. Да. 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 Ну, это может делать единицы. Но, к сожалению, основная масса этого линия, это ленится. И как не будет он, оставит Украина? Сейчас же, вон, Зеленский, во всех очень подконтрольный Донбасс голосование на местных выборах, если вы выбрали, потому что боится потерять нам голоса. Ну, это уже тема отдельного разговора. Мысла. Ну, вот, из ваших СМИ. Это не очень интересно. Вот смотрите, вы очень приличный... Ну, я слышал же, я слышал с канала Наш. С вашего канала Наш. Я слышал с канала Наш, я не помню. Ну, это же, смотрите, вот вы очень приличный человек с точки зрения знаний, да? Я не хотел... Я хотел бы с вами продолжить по юридической части беседу. Вы так разбираетесь. Редко найдешь, если мне важно. Ну, если вы... А вы все время смотрите на политику, это же сейчас все в частности. У вас есть какие-нибудь еще юридические вопросы? Питание юридическое есть такие? Ну, я же вот говорю, когда Наш или 112, где-то я смотрел. Что собираются, это же пока нет лишения. Что собираются лишить. Битуль, там, коронавируса там или что-то. Битуль, там, коронавируса там или что-то. Битуль, там, коронавируса там или что-то. Ну, почему? Почему? Я сказал, что я слышал, я же не слышал достоверной информации. Это я слышал по вашим каналам по-украински. Ну хорошо, а откуда вы взяли, что я вафный блогер? Что вы понимаете по словам вафный? Ну понятно, но вы слышали, что кучу перемешали, кое-что верно. Это действительно поклонник советской империи, то есть поклонник советских ценностей, аутентично, из-за известной при Советском Союзе формы одежды власти. А русский мир, если он поклонник русского мира, это имперец, или поклонник российской империи. Это совершенно разные вещи. Это абсолютно конфронтирующие государства в Российской империи и Советский Союз. Особенно... Я... Я... Нет, я... Я, наоборот, противник Советского Союза. Я считаю, что Советский Союз был вообще незаконным образованием. Либо управлялся партией, которая незаконно пришла к власти путем аналога вашего Майдана. Первый Майдан... Я вот всем говорю, что коммунистам всем говорю. Первый Майдан случился не в пятом году в Украине, а 5 декабря 1918 года, когда большевики, проиграв на выборах права в СССР, разогнали учительное собрание. Это полный аналог, значит, третьего тура. Но там вы хоть сделали по-культурному, сделать третий тур. А большевики просто разогнали. А большевики просто разогнали победившую партию. Просто разогнали, запретили. И дать я вам это скажу, раз мы спросили. Большевики просто разогнали победившую партию правых СССР. Значит, сделали блок временный до полгода с левыми СССРами, которые тоже откатились с первого места на четвертое. А потом на левых СССР задушили. То есть партия большевиков была, в принципе, преступная. Она управляла этим государством. Теперь поняли? Вот так. Важно у нас не просто. В общем, мы будем выжить и благород. И я бы, наверное, сказать, если браке, как бы, скажем так, вот это, вот эти результаты. Ага. Я думаю, что я думаю, что с неприятствием без особого-то в результате в этом месте Я вас понимаю, я вас понимаю, я вас понимаю, я вам отвечу. Да, действительно, Янукович потуссоровал, допустим, если вы не юрист или около юрист, да, я вам объясняю, да, Янукович потуссоровал. Допустим, это вот годную такую библию, Янукович потуссоровал. Верховный суд Украины должен был аннулировать выборы. И первый тур, и второй, а не только второй, по закону, по украинцам, он должен был, по идее, лишить право снова баллотироваться как Ньющенко, так и Януковича. Или не лишать их обоих. Но начинать нужно было снова с первого тура, по закону Украины. А не переголосование второго. Мог заборонить, а мог не заборонить. Но обоим одинаково надо было это делать. А мог их и допустить. Но главное, что по закону Украины Верховный суд мог отменить выборы. Соответственно, выборы должны были начаться с первого. Но новые выборы должны... Ну я сейчас не помню статью. Если Верховный суд будет нарушение в том или ином действии, он отменяет всю процедуру. А на самом деле он отменил только второй тур. А должен был или не отменять ничего, или все отменять. Жалобы, жалобы, апелляции, апелляции. Ну, возможно, но по крайней мере посыл тот, что вы поступили более-менее прилично, в отличие от большевиков в 18-м году. В 1918. А вы говорите, что я ватник. Теперь хоть поняли, что я не ватник? Ну я же не знаю, вы не защищаете. Я-я-я-я, я-я-я. Я-я-я-я. Ну понятно, я же сразу вам сказал, что у вас было намного приличнее, чем у большевиков. Ладно, все, спасибо за беседу, пора, а то у меня уже картошка остывает. Все, рад был видеть всех благ. А за себя он был совсем не помнит. Картошка, я же украинский, я не думаю, начну. Италия, итак, итак. Украинский, это не было особо. Какой экономический период. За родную Россию, как у всех их рассеют, тяжела будет, и исповедь. Но ты мне, улица родная, и мне погоду дорога.